Да здравствуй студенчество! В эфире долгожданный выпуск самых ярких молодежных новостей Универ Ньюз. С тобой Оскар Гемодеев. Смотри сегодня. Парк Горького станет ярче. Мастера граффити украсит его своими работами. Казань под защитой. Можно спать спокойно. Наш город обрел голубя-супергероя. Семинар-конференция, посвященная проекту 5.100, подошел к концу. На десерт участники семинара познакомились поближе с опытом Казанского федерального повышения конкурентоспособности. Обо всем поподробнее в нашем сюжете. На протяжении трех дней представители 15 вузов-участников проекта 5.100 пытались внести свой вклад в огромное общее дело – повышение конкурентоспособности университетов России. За это время многие успели не только поделиться с коллегами своим опытом, но и приобщиться к опыту Казанского федерального. Однако, экскурсия по лабораториям и кампусам университета оставили много вопросов. Ответы на них все желающие смогли получить на круглом столе, завершившем программу семинара. Мы опирались не только на мировые тренды и лучшие мировые практики университетов референтной группы, но и на конкурентные преимущества нашей территории, как Примовского федерального округа, так и Республики Татарстан, а также на те направления исследований, которые могут быть востребованы и реализованы партнерски с ведущими компаниями региона. Казанскому федеральному за время участия в программе удалось показать впечатляющую динамику. Это не раз отметили наши коллеги из других вузов. Секрет в совершенно другом подходе к вопросу. Руководство университета делает ставку на воспитание нового поколения ученых, тогда как многие вузы на оснащение своих лабораторий и приглашение именитых светилнауки. Кто выбрал верное направление, мы узнаем уже скоро, но одно остается неизменным. Проигрыши Казанский федеральный точно не останется. Александр Александров, Ленардо Валитяров, Универ Ньюс. Сколько новостей приносит нам интернет, важных и не совсем. Но следующая новость вас просто шокирует. Воз шоколада в Россию могут запретить, только без паники. Подробности в рубрике Веб Ньюс. 26 июня в Казани мастера граффити украсит парк Горького своими работами. Художники представят свои творения в форме планера. Мероприятие будет приурочено ко дню молодежи. Жители Татарстана могут остаться без импортного шоколада. Глава Россельхознадзора не отрицает скорую возможность запрета на ввоз шоколада в Россию. Такое расширение контрсанкций имеет смысл для поддержки отечественного производителя, считает глава ведомства Сергей Данквер. Фермеры Татарстана будут развивать сельский туризм. В селе Ямашурма Высокогорского района на местном туристическом объекте «Татарский страус» состоялось совещание по развитию сельского туризма. В Казани пройдет водный комедий-клаб. Резиденты комик-клуба выступят с эксклюзивной программой. Весь контент развлекательной части мероприятий разрабатывается с учетом формата чемпионата мира по водным видам спорта. Министерство образования Татарстана предлагает разделить школы Казани на средние и основные. Если в первых выпускают учеников 9-х и 11-х классов, то в основных обучают только до 9-го. В России вступили в силу новые правила эвакуации машин. Теперь у водителей будет больше времени на то, чтобы отменить погрузку авто. Эвакуаторы не смогут работать вне зоны без спецтаблички. И автомобиль нельзя будет увезти за то, что его владелец забыл дома права. В рамках 10-го семинара проекта «5.100», проходящего в эти дни на базе Казанского федерального, состоялся круглый стол по организации программ международной академической деятельности. О его главных темах расскажем далее. Круглый стол по организации программ международной академической мобильности прошел в нашем университете среди участников проекта «5.100». На нем выступили представители крупнейших европейских ассоциаций, реализующих программы поддержки международной академической деятельности. Среди них такие компании, как British Council, Campus France, а также специалисты из университетов Гааги и Нидерландов. Ассоциации представили свои лучшие практики и используемые ими технологии по международному продвижению образовательных программ, привлечению, отбору и финансированию талантливых зарубежных студентов и преподавателей. Леана Санамян, Леонард Влетьяров, Универньюз. 17 июня в Казани завершился международный исламский форум «Казан-саммит-2015», на котором озвучили идею о создании в Татарстане исламского банка. Мы выслушали мнение эксперта по этому поводу. Интерес к исламской схеме финансирования возрастает с каждым днем. Татарстан, будучи мусульманской республикой, поддержал идею открытия первого исламского банка в нашей стране. Суть этого проекта озвучил нам директор департамента исламских финансов Наиля Ялалова. Чаще всего мы, наверное, слышим о том, что основное отличие исламских банков от традиционных – это в том, что исламские банки не взимают проценты. Но на самом деле исламские банки не взимают проценты, но взимают какую-либо другую плату, то есть в другом виде. Основное отличие исламского банка от европейского в том, что средства, выдаваемые банком, не могут быть получены от продажи продукции, запрещенной шариатом. Активы не могут вкладываться в запрещенные исламом сферы деятельности, то есть, например, производство алкогольной продукции, производство табачной продукции, производство свинины, торговля и производство оружия. Ну и вот все вот эти сферы, которые запрещены шариатом. Кроме того, исламскому банкингу будут обучать в магистратуре Казанского университета. Этому будет предшествовать подготовка университетских специалистов в Малайзии. Ученые ежедневно создают новые лекарства, открывают неизведанные на ней явления и объясняют необъяснимые вещи. На этот раз они приготовили для нас, узнаем прямо сейчас. Новости науки. Мне уже не терпится перейти к новостям науки в мире. Ученым из Мельбурна впервые удалось заснять на видео смерть белых кровяных телец и обнаружить, что перед тем, как умереть, они пытаются предупредить другие клетки о возможной опасности. Используя микроскоп с функцией замедленной съемки, исследователи университета Лятроуп увидели, как молекулы извергались из умирающей белой кровяной клетки. Теперь у ученых есть больше информации о том, как патогенные микроорганизмы поглощают мертвые клетки и способствуют распространению болезни. Тем временем Российский национальный исследовательский технологический университет МИСИС получил грант на разработку инновационного лекарства от рака. Сейчас группа ученых приступает к разработке уникальных в России мере препаратов против онкологии на основе наночастиц магнетита. Препараты могут использоваться как для точной диагностики онкологического заболевания, так и для высокоэффективного лечения опухоли, доставки лекарства точно в раковую клетку. Кроме того, с помощью МРТ они позволят наглядно визуализировать опухоль. А Татарстан вошел в число пилотных регионов для реализации проекта сети детских технопарков, где школьники смогут заниматься техническим творчеством и естественными науками. Соглашение о реализации соответствующей программы было подписано накануне между Миноборнауки и Агентством стратегических инициатив в рамках Петербургского международного экономического форума. А на этом все. Недавно в Елабужском институте КФУ открылся детский лагерь. Стены института оживились детскими голосами, ведь дети — это главное украшение мира. Праздничное открытие первой смены интеллектуально-оздоровительного лагеря «Интеллета-2015» состоялось 17 июня в Елабужском институте КФУ. Участниками праздника стали маленькие посетители лагеря, их родители, а также волонтеры института. Мне очень нравится этот лагерь, потому что там в нем очень много развлекательных программ, и мы очень любим своих учителей. Эта смена продлится до 5 июля, так что впереди у ребят еще много позитивных эмоций и открытий. Адели Валеева, Екатерина Сайбель, Айдар Салихов, Универньюз. Казань обрела своего супергероя. Уже несколько дней в сети не умолкают споры в связи с появлением на улице города необычного персонажа — Голубя Мудариса. Его манифест звучит так. Привет! Меня зовут Мударис. Казань — мой родной город, и я его очень люблю. Я намерен следить за всем, что происходит в городе, и вмешиваться, если несправедливость, будет выползать наружу. А на что способны Голуби, знают все. Подробности в эксклюзивном интервью от Ролины Киряевой. Здравствуйте. Человека-паука укусил паук. А кто укусил тебя? Один раз я пытался за парковку заплатить, паркомат укусил меня. По крышам бегать голубь. А, так, что-что? Когда ты понял, что Казани нужен герой? Ну, я думаю, это было настолько очевидно, что не появись человек-голубь сегодня, он обязательно появился бы завтра. Кослезавтра. Сегодня понял, я ехал по набережной, думаю, дай-ка стану супергероем. Каково быть супергероем? Нет, супергероем быть прикольно. Куча поклонников, подписчицы, лайки. Но можно следить за фигурой. Тяжелый труд, короче. А у тебя есть суперсила? Об этом, ну, все Голуби суперсилы, все они и знают. Ну, просто она у меня плюс до 500 раз больше. Если бы по мотивам твоих подвигов снимали фильм, какой актер сумел бы сыграть тебя? Ну, я думаю, это очевидно. Данила Козловский и, ну, наверное, Айгуль Мирзоянова могла бы сыграть. Да. И, нет, все, пожалуй, Айгуль Мирзоянова, да. Ты обретаешь все большую популярность. Что будешь делать с последователями и поклонниками? Ну, не знаю, что я буду делать с поклонниками, но с поклонницами, я думаю, найду чем заняться. Если ты моя поклонница, я жду тебя. Передай, пожалуйста, привет команде «Универсмотри». Команда «Универсмотри» смотри, отличные ребята. Привет, ребята. С вами был Голубь Мударис, специально для «Универ Ньюз». Ну, что, все сняли, нет? А на этом у меня все. Улыбайтесь, а то как тучи юньские. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok